Я люблю свою страну Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в грамм Знает весь двор мой приговор, слуга народа У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!» Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право? На животу вот тут набьют оту слуга народа Люди вышли не только из-за этой схемы и не только против Сурикова Они вышли сломать то скотское отношение власти к народу, которое многие годы, как эстафетная палочка, передавалось от одной власти к другой, независимо от лозунгов и названий партии Негодяй, лжец и лицемер Суриков стал последней каплей И люди вышли, чтобы раз и навсегда изменить правила этой игры Как вы думаете, кто в этой ситуации стал следующим президентом Украины? Голобородька Так, кто еще за Голобородька? Давайте как в старину, поднимаем руки, Голобородька, 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 Голобородька Ты почему не поднял руку? А я в Википедии посмотрел Жанна, рыба моя, у нас имидж новый, ты учительница, ты заучи в школе для дебилов, понимаешь? Это менторский тон, это сказочная, чуть циничная улыбка и одно сложное предложение Не давай им думать, зомбируй, зомбируй, ты горгон и медуза, должна цементировать мозги электорату Внушай, назидай и руки, ну вот это вот ты пляшешь руками, ты тычинки показываешь, что это такое А куда мне идти? Возьми бумажки в руки, и не вот это вот любимый, ридни мои, а держи бумажки и с умным видом что-то указывай, показывай в них Ты училка, ты вся в цифрах, ты все знаешь От количества добычи газа до последней иголки на этой елке Я сразумела Все, приготовились? Горгона и медуза, начали Что ты хочешь, Антон? Не я, радикалы в парламенте, баламутят народ, подняли волну Надо по-быстрому выполнить что-нибудь из предвыборных обещаний, что-нибудь Антон, вы смерти моей хотите? У меня нет ни образа, ни костюма, у меня речь не готова А еще я должна помнить, кому что я обещала Что? Программа, доступное жилье Это миллиарды, это годы Да не то, что годы, это никогда Инновационная экономика В этом кто-то что-то понимает? Страховая медицина Это что, я обещала? И достойные зарплаты Вот, зарплаты и повысь Как я их повыше, у нас резерв на нуле, откуда я их возьму, нарисую что-ли? Вот, ты сам ответил на свой вопрос, иди работай, Антош, иди, пожалуйста До Нового года осталось 50 дней, у меня нет ни костюма, ни образа, а ты мне тычешь свои зарплаты и работай! Гаргона Медузова, учитель, это первая моя, циничная, приготовились начали Редни мои, украинцы, ось и отходить у минуле черговый рик Промайнули 50 дней с того момента, когда народ сделал свой выбор и не помилился Стало известно, в украинцах на 20% увеличат зарплаты и пенсии, и увеличение отбудется не с Нового года, а уже на следующем неделе Какой сюрприз! Дайте-ка угадаю, вы решили зайти попрощаться Ну что ж, всего доброго и примите от нас наши искренние поздравления Какие поздравления? С чем? Ну как же, кефирный Майдан! Молочный Молочный, да, полная перезагрузка власти, новый президент Мы, честно говоря, даже думали, что вы уже уехали Куда уехали? На родину Зачем? Чтобы сесть в тюрьму вместе с Голобородиком? А разве его еще не выпустили? А кто его должен выпустить? Это? Не это, а законно избранный народом президент Это ваш гарант Это гарант коррупции А вот здесь вы ошибаетесь Мы все изучили Это ваше новое правительство Это старое, это олигархи Между ними нет ничего общего Здесь все ясно, чисто и прозрачно Вы сейчас серьезно или издеваетесь? Конечно, не на сто процентов Всегда есть какая-то маленькая погрешность Три, пять процентов Можно? Конечно, ерунда, что новый министр внутренних дел Это старый начальник охраны олигарха Ройзмана А старый министр внутренних дел Это новый начальник охраны все того же олигарха Вот так они и меняются последние пять лет То старый, то новый И уж, конечно, точно ерунда Что новый генпрокурор Вместе со старым главой СБУ Недавно отжали сеть автозаправок У зятя бывшего главы Верховного суда И теперь им светит от пяти до семи Миллионов прибыли в год Двадцать процентов от которой Уже капают маматом Остальные деньги ребята делят пор Но половину оставляют себе А половину дарят Жанне Юрьевне на инаугурах Жанна Юрьевна от такого щедрого подарка Конечно же отказалась Да, и перевела все деньги в траст Своему новому бизнес-партнеру Бывшему спикеру Верховной Рады Кстати, хотим напомнить Что у Жанны Юрьевны в бывшей Раде Были бизнес-отношения со всеми депутатами За исключением Романченко Потому что с Романченко У Жанны Юрьевны были любовные отношения Возможно, это слухи Никто свечку не держал Кроме бывшего президента Сергея Павловича Который держал свечку на крестинах Младшего сына нового министра экологии А сына министру экологии Родила бывшая министр здравоохранения И рожала она его в новом частном роддоме Лицензию на который она лично выдала Новому министру культуры У которого совместный бизнес С министром МВД из старого правительства От которого у нее тоже есть ребенок И конечно ерунда Что новый министр образования Это кум старого министра финансов А новый глава НАБУ И старый министр экономики Не кумовья, а двоюродные братья И конечно же ерунда Что эти знакомы со школьной скамьи А эти со скамьи подсудимых А так конечно все по-новому И никакого отношения Новое правительство к старому не имеет Никакого Разве что вчера все они и новые И старые Были на дне рождения у Немтюбка Которого кстати обещал бацанить Что новый, что старый президент А в остальном вы правы Все предельно прозрачно и чисто И ясно, что сидеть Василию Петровичу При этих новых по-старому Редни мои украинцы Пришел час діяти Я оголошую війну коррупции Війну до перемоги Стара влада наплодила антикорупсийных установ НАБУ, НАСК, НАПК, АУК, САП Заплутані слова Кишенькові установи И я их ліквідую Відтепер в Украине Починає діяти одна незалежна Прозора Некорумпована антикорупсийна установа НАНА АКО ППУ Розмова з олігархами буде жорсткою І короткою Винний в тюрьму Але це ще не все Ми запровадили программу Випалена земля Яка зникровить гідру олігархату В них під ногами земля буде горіти Так і буде І ми це зробимо Слава Україні! Браво, браво, браво Жарка річ Примадонна Тебе б на сцене выступать Дякую А що це за программа Выжженая земля? Що-то новенькое? Ну, надо ж було як-то эпично закончити Прошу Я просто растеряна Как такі люди снизошли к моей скромной персоне Чем я заслужила? Да ми так, по-сройски По поводу Предвыборних обещаний А в чём вопрос? Если я что-то обещала, я сделала Даже более того Вопросов нет Пятьдесят один процент НАК НАФТОГАЗ Это щедро Щедро вдвойне Усчитывая, что у меня Тоже пятьдесят один В том же НАФТОГАЗе А как такое может быть? Это развод какой-то? Ага, или я была слегка не в себе Во время избирательной кампании Ну, хорошо, что пришла в себя с Укрзалезненцей У меня там стопроцентный пакет Правда, у меня тоже Что скажешь? Скажу то, что у меня всегда были проблемы с математикой Или с головой Может быть, ты сто процентов Укрзалезненцей и Ройзману отписала? Мальчики, за кого вы меня принимаете? Ну, ладно с двумя, но с тремя, ну это извращение какое-то Если я что-то напутала, это не по злому умыслу Если я обещала, значит сделала Ты народу обещал электроэнергию в два раза снизить Обещала, сделала, а кто против? Мы против В конце концов, я президент И это мне решать? Что никакого понижения не будет А как ты будешь это решать? Думай В конце концов, ты президент Пойдем расстоим Не будем отвлекать человека от государственных дел Всякой ерундой Не бери себе у головы Мы все сами решим Что? Кому? Сколько? Антон Не расстраивай хозяйку Только позитив, только позитив Насколько я понимаю Обещанию снизить электроэнергию в два раза сбыться не суждено Чем это нам грозит? Настолько же упадет кредит доверия Это проблема Да, вот другая проблема Как повысить бюджет программы доступное жилье Кстати, тоже обещанный Антон Понял Но с этим киловаттом надо что-то делать Надо сделаю Витаю вас в эфирі спецвипуск новин Сьогодні президент України Жанна Борисенко звернулася до нації Рідні мои, украинцы У меня в руках контракт Підписанный злочинным режимом Сурикова За яким цена на киловатт електроэнергии для населення завтрашнего дня Піднимается в 4 рази И коштуватиме 8 грн Только вдумайтесь Платежи за одну комнатную квартиру в Киеве Складатимуть 1500 грн Як гарант Конституції Я не маю права допустити Такий грабіж мого народу І тому на ваших очах Прямо зараз Я розриваю Цей смертельний вирок Я обіцяла знизити тарифи на електроэнергію І я виконала це Обіцяла в 2 рази Знизила в 4 О, Жанка, молодец! А че такое? Понизила киловатт 4 раза А так а сколько теперь? 2 грн Так так и было Какая разница? Главное, що обіцяла і сделала І пересделала І не в 2, а 4 Че одна? Я не маю права Допустити дарати гривень Такого народу Можеш їсть как 4 І до наступних долгів Поча уйнуватися за незначну шляху провідчу После последних выплат И компенсация Денежная масса растет Нужно срочно обговорить вопросы эмиссии на следующий год Конечно обговорим, в свое время Все? Как все? Кадмин бездействует До нового года всего ничего Бюджета нет? Да, бюджета нет Его еще нужно утвердить в Раде Ну так утверждайте Для этого нам нужен президент Вы смешные люди, а чем она по-вашему там занимается? Не знаю Что это я вас спрашиваю? Видите? Слышите? Ждите Все должно быть предельно прозрачно И предельно открыто А здесь все занижено Тут и без цифр понятно Все криво, косо Никакого баланса Вам не стыдно самим, а? Не стыдно? Как мы людям в глаза будем смотреть? Почему Европа может, а мы не можем? Я вас спрашиваю Что, Антон? Бюджет горит, Кабмин бездействует Видите? Вы срываете бюджет страны Как я могу появиться на заседании кабинета министров Вот в этом Я лицо государства А вы меня одеваете, как профурсетку Идите работать Встали и ушли Думайте над новым образом Я президент страны А не какой-нибудь вшивый премьер-министр Что еще? ЕС Что ЕС? Что они опять хотят? Голобородька Что Голобородька? Ты обещала выпустить? Символ свободы Совесть нации Обещала? Випущу Нацбанк України Випустил до обігу Нову банкноту номіналом 3 гривні На купюрі розміщений портрет Колишнього президента України Василя Голобородька Це знаково подія для країни Наш Чигевара Василь Петрович Встає в один ряд З Володимиром Великим Ярославом Мудрим Та Богданом Хмельницким Ця видатна людина Відтепер Буде у кожній Украинській родині У кожному серці Кожного українця И неважливо Сидить він чи не сидить Живий він чи ні Він назавжди залишиться з нами С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Дімке привет, мам! Целую! Целую, пока! Отправлю мамке Пусть порадується! Жив, здоров! Что-то ты ко мне зачистил А шо такое? Во-первых, я твой отец Во-вторых, я тебя люблю В-третьих, тут тепло-светло Уютненько Что там на воле совсем плохо? Не-е-е, все тепло Жизнь бурлит Это у вас президента у чехарда А у народа все стабильно Без денежья, безработица Без надега Недавно пенсию подняли Да? Да, не на много, но на сто тысяч То хлеб четыре с половиной миллиона Грех жаловаться Ну, конечно, с мамкиной Тысячей в Италии не сравнишь Четыре с половиной миллиона Это сколько сейчас? Долларов пятьдесят? Ну, во-первых, пятьдесят шесть Вася, а во-вторых, шо ты все на доллары меряешь? Мы же не Америка Ты ж патриот Шо ты на них купишь? А шо я в магазин хожу? У меня все свое Огурцы закатал, картошку собрал И гоню потихоньку На экспорт Смотри Новый бренд Видишь? Голобородилка Номер три Спасибо Жанке за этикетку Ну, хоть пригодилась, дед А, с паршивой, а в цирке с шверстиклом Папа Вася, шо ты хочешь? Президент – это лотерея И за тридцать лет так ни разу и не выиграли Да и было бы шо выигрывать На тебя, Антон, смотри, не знаю Плакать или радоваться С одной стороны сына посадили, с другой Президент нам надо Спасибо Да ладно, брось ты Сиди и кайфуй Сыто буд И под охраной В наше время это немаловажно И мне спокойней Сын пристроен И ко всем Радостям Вон Мандарины Сало Манго Выпечка домашняя Оканчиваем свидание Ладно, во время Давай С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом Да Сумку Спасибо, сынок Будет что на Новый Год на стол накрыть За 50 днів мого президентства ми зробили більше, ніж інші за 50 років І це так Так Але мені дорікають, що в країні інфляція Але я скажу вам більше У нас гіперінфляція Так, я друкувала гроші Але кожна освічена людина розуміє для чого це Рідні мої У нас У простих українців Як не було грошей Так і немає Що на мінфляція Триста відсотки від нічого це нуль А для олігархів це удар Це катастрофа А для олігархів Картинка живет своей жизнью Предлагаєш дать занавес? Шоу провалилось Полна фіаско Главна роль і бездарь Рустем, якщо ця тварь не виключит станок К весні ці свеже напечатанні А половинь от наших ровно заработанні Не переживай Это Ройзман пойдет ко дну Да що тебе тут Ройзман? Каждый місяць 17% Своєго капіталу теряєш Я, конечно, не такой математик, як ти Но даже я понимаю, що Делить на два лучше, чем на три Ми з тобою все ровно будем в плюсе Я не можу себе отказати В маленькой радости Увидеть, як ця кошерна морда Будет идти ко дну Наступаючим? Миша А мы тут о тебе говорим Рад тебя видеть Миша, ти странний чоловік Пригласил гостя, заставляюся ждать Мы тут от скуки маємся А че вы маєтесь? Вот послушали к президента Она интересные вещи говорит Если ты нас только за этим пригласил То я уезжаю, меня гости ждут Гости не деньги, никуда не денуться И ми можем продавати її за хорошою ринковою ціною И не треба боятися Що нашу землю скуплять Хоч іноземці Хоч іншопланетяни Яка різниця Хто Весь прогресивний світ Так живе А ми йдемо шляхом Ну, какой же это фиасто? Это фурор За это нужно выпить Отличный подарок К Новому Году Да, но не для вас Ты хочешь сказать, что уже отхватил жирный кусок? Ни я, ни вы В этом аукционе не участвовали Ты хочешь сказать, что он уже прошел? Мы остались без подарков Да нет Вот, пожалуйста Новогодний подарок Не понял Какой Китай? Индія Янгель Вообще-то у меня на этих землях заводы стоят У тебя заводы У него шахты И за ними уже очередь выстроилась Это пахнет импичментом По-моему, Мальданом Тварь Нехай в каждом доле У цю новоречную ночь Горить свитло Надеи И добра Вибачте, а як так вийшло, что в цей ситуации люди проголосовали за Жану Борисенко? Ну, уже ж не было зрозуміло А это вы спросите у своих мам, пап, бабушек, дедушек Как оно так получилось? А вы за кого голосовали? Я? Я не голосовал Я был на втором курсе, как вы В тот день за городом в аквапарке была скидка Акция два билета по цене одного Я пригласил свою девушку и я решил, что моя судьба решается в аквапарке И что было дальше? Ничего Я и мои сто пятьдесят гривен остались в Украине А моя девушка через два месяца уехала жить в Словакию Тогда многие уезжали Ну да ладно, продолжим, да? Давайте продолжим Поздравляю Еще никогда народ Украины не был един в своем желании порвать вас на куски Только на востоке Украины вы задрали А на заходе забембали, вот и вся разница Вот на этой разнице мы и сыграем Пока народ не устроил вам пущ Мы устроим ему срач Опять языковой вопрос? Вечный двигатель народной грызни 27 лет работает Значит так, внесешь законопроект о запрете русского языка Месседж Той, кто спелкуется на умове оккупанта, не может называть себя украинцем А ты предложишь сделать русский язык вторым государственным Месседж? Почему в Швейцарии четыре гос языка, а в Украине не может быть и двух? Но Швейцария это солянка Там изначально жили разные народы Швейцарского языка в природе нет Это опустим Главное не перепутать, что здесь месседж А что опустим? Главное, чтобы восток ненавидел запад А запад ненавидел восток И называли друг друга фашистами и ватниками Бандеровцами, сепарами И пусть хоть одна людишка вякнет, что жрать нечего Работы нет и экономика в жопе Правильно Это опустим Відгунали останні залпи святкового салюту, вивитрилися бульбашки шампанську, але народ не поспішає розходитися з вулиць міста Замість привітань тепер звучать гасла Святкова атмосфера змінюється революційною Схоже, традиційні олів'є, холодець та оселедець під шубою Співгромадяни доповнили ще однією традицією – майданом Я вимагаю негайно ведення надзвичайного стану в Україні Запровадження комендантської години та арешти провокаторів Олігархи злякались, що в мене виходить витягнути країну з їх позорів Вони дали команду своїм кишеньковим каналам, які штовхають народ України на ті самі граблі Зомбовані вони йдуть на майдани Замість того, щоб сидіти зі своїми сім'ями в святорі з два Куштувати кутю, співати колядки та шанувати і радіти народженню Сина Божого Замість того, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився Христос ця рождає! Нам що, заняться нечем? Це хто так відвичився із вас? Я спрашиваю Давайте калідуйте отсюду Дайте щось у торбу Вся країна в торбі Жлобби Ніць не дали жлоб з Кирилла Ваше жлобство вас згубило Панове, до зброї! Всім сидіти! А ви сам сидіти! Ви усі заарештовані! Влада в країні тепер належить нам, військово-національній дружині! Попередня влада відмовлялася виконувати вимоги народу Попрала наше право на надію Хотіла відібрати у великої нації велике майбутнє Тому ми, справжні патріоти України, взяли до рук зброю Аби захистити стражденну неньку Україну від азурпації олігархами та їхніми позіпаками Вперше, за довгих 28 років до влади прийшли люди, які діятимуть в інтересах простих українців ВОЛЯ! призвище Крайна! ВОЛЯ! призвище Крайна! ВОЛЯ! призвище Крайна! И все это привело к самому настоящему государственному перевороту. Простите, повторите, пожалуйста. Нет, никто, никто. В тот день никто не пострадал. Страдать начали позже. Это какой язык? Это шведский? Литовский. Красивый? Сегодня совершенно не важно, на каком языке разговариваем. Маленький прибор решил большую проблему. И вам, наверное, сложно поверить в то, что на протяжении многих сотен лет вопрос языка был самым популярным поводом для межнациональных конфликтов. Брат! 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 Быстрейше! Пошли, пошли, пошли! Вы что здесь бардак устроили? Украина! Украина не для всех! В украинской тюрьме сидят ему только патриоты! Воля! Призвище! Краина! Воля! Призвище! Краина! Вот твое призвище як, брате? Терещенко. Терещенко. Витаю! Сидишь! Твое призвище як, брате? Бабанюк. Бабанюк. Витаю! Камера твоя! Твое призвище як, брате? Иванов! Не брати мені, Иванов! Чемодан вокзал свободен! Твое призвище як, брате? Гильман? Тут треба подумать. Что-нибудь придумай. О! Свинота коррупційна! Расстреляти! Я чую ко. А по матері? Или кого? Ха-ха-ха-ха! Попалася, москаляка! Вона мама українка в п'ятому поколінні. Там все село Илькове. Там і село називається так. Ильковка. Де це село? На Ивано-Франківщині. Ви на мапі подивіться, там ще церква красива. Яка церква? Католицька. Греку. Значить так! Село Ильківку! Демоскалізувати! Церкву! Перепатріархатити! Чого розстріляти? Прощайте, Василь Витович. Пан Головородько! Добрый день! А по матері? Рябу кінь. Рябу кінь. Ось одразу видно чесно, порядно людина. А чи патріот чи ні, треба з'ясувати. Сидете за Україну? Головородько, я питаю! Патріот чи ні? Ну, если власть заговорила о патріотизме, значит, опять кто-то где-то что-то украл. Кто це сказав? По-моему, Салтыков Щедрин. Салтыков? Значить так. Головородько, Салтыкова і Щедрина. Всіх трех в карцер! Воля! Призвище! Краина! Воля! Призвище! Краина! Воля! Меня никогда не считали идиотом, но вот как отличить истинного патриота от не патриота для меня загадка. Ну, вот ты патриот? Так. Воля. Призвище. Краина. Понятно. А вот, что главнее – воля, призвище или краина? Идея. Понад усе. Ну, а если у тебя отберут свободу? Идея. Понад усе. Ну, а если стране не нравится эта идея? Якщо краина неземною, в сраку таку краину! Ну, все. Убедил? Больше вопросов нет. Таким, как ты, памятник нужно ваять. И золотыми буквами. Борислав – патриот. Борислав. Костюк. Призвище понад усе. Деньги на столе. Да, и как договаривались, патриотте где хотите, но при портовой не трогать. Патриоту, двичи повторювати не треба. Да. Так дальше продолжаться не может. Украина – это большая проблема. Мы должны вмешаться. Эта их чрезмерная любовь к справедливости становится просто катастрофой. Майдан за Майданом. За полтора года сменилось шесть президентов. Не стоит нагнетать. Какой-то же президент, но есть. Каких он убеждений? Очередной Майдан. Нет больше ни президента, ни убеждений. Надо закрыть границы. Не сегодня-завтра нас снова накроют миллионы и миллионы беженцев. Что вы предлагаете? Строить китайскую стену? Может быть. Никакая стена не остановит облако радиоактивной пыли. В Украине четыре потенциальных Чернобыля. Прибавьте к этому вечной перебои с транзитом газа, бесконтрольную армию, контрабанду оружия. Итак, что мы имеем? Посреди Европы огромная пороховая бочка. Что предпримем? Югославский сценарий. Зачищаем территорию, вводим в помощь международное управление. С помощью мы уже перемудрили. Есть варианты. Население разобщено. Идут клановые войны. Окраины не поддерживают центр. Центр никому не доверяет. Страна в агонии, в хаосе. Нужен украинский Деголь, который объединит нацию. Деголи каждый день не рождаются. В истории любой страны это большая редкость. История. Холобородько. А кто это? Последний легитимный президент. Народ ему верил. И что он? Он в тюрьме. Он что, экономический гений? Нет. Харизматичный политик? Нет. В политике он дилетант. Хорошо. Так кто же он? Учитель истории. Просто учитель. Честный и порядочный. Темная лошадка. На сегодняшний день это единственный вариант. Этой лошадке нужен жокей. У нас есть такой человек. Доброе утро, господин президент. Юрий Иванович. А что вы так побледнели? Будто привидение увидели. Вас же расстреляли. И что? Я теперь не могу быть представителем ЕС по вопросам Украины? Я явился к вам с благой вестью. Ну что, легитимный, пойдемте? Или вы прикипели к этому месту? Можно воды. Лес. Газ. Можно все. Вся страна ваша. Освободите на обороте! Освободите на обороте! Освободите на обороте! В чем дело? Что происходит? Вам что, делать нечего? Или у вас паранойя? Езжайте на родину. И помогите своему президенту. Кому президенту? В очередному ушлепку? Ну если Василий Петрович для вас... Ушлепок? Да мы тогда не знаем. Простите. Это какой-то абсурд. Сейф в Голобородьку! Сейф в Голобородьку! Сейф в Голобородьку! Самым чудесным образом Центральный избирательный комитет обнаружил подлинные протоколы. С участков был произведен пересчет голосов и пересмотрены результаты выборов. Я не могу понять, как могли пропасть 32 тысячи протоколов. Ну вариантов много. Мы туда поехали, и кем приехали. Зачем вам эти подробности? Главное, вы победили. Вы легкий президент. И уже год уклоняетесь от своих обязанностей. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория Большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение рассоло, температура зашкаливала и бах! И на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении. То есть Украины больше нет? Большого же нет. Счастью. Где она? А вот, легитимная Украина, правда, без Сотроечния. Как? Королевство Троечина, наше отечественное Монако. Потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская Волость? Бывшая Полтавская область, областная рада, пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле, триста лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович. А что Швеция? Отмалчивается. СССР? Да. СССР. Союз свободных самодостаточных республик. Бывшая Луганская Донецкая область со столицы в Горловке. Слабожанщина. Ну, это понятно. Это вам понятно, а мне непонятно. Слабожанщина. Как можно было назвать Харьковскую область в честь себя? Жанна Юрьевна восседает на железном троне Лозовой. А на Западе еще смешнее. Обратите внимание, Бурштинна янтарная республика. Как говорится, и вашим, и нашим. Захид на Джорджи? Это что такое? Я думал, вы сразу догадаетесь. Бывший президент, дружественно нам, кавказской страны, все-таки прорвался из Польши и закрепился. Галецкое королевство. Ну, тут понятно. Понятно. Слурфузия. Вот такая конфузия. Я не понял. Славяно-угорско-румынская фузия. Что ж тут непонятно? А тут вообще название нет. В целый месяц уже идут прения, никак не могут определиться. Кинули клич. Прилетело четыреста вариантов. И по каждому из них проводится референдум. Кошмар. Кстати, такое название тоже есть. Кошерная республика. Так, Черноморская конфедерация. И много их там. Пока только Одесса, но у них очень большие амбиции. А здесь у нас Крымский Эмират. Маштанова республика. Да, бывшая Николаевская, но уже со столицей в Арбузовке. А что с Херсонщиной? Ну, здесь очень любопытная история. Два достойных кандидата. Пошли во второй тур, дабы никого не обижать. Решили поделить Херсонщину порвами. Получилось певничное Херсонщину и пельданное Херсонщину. Так, чем еще похвастаться? Вот это что такое? Вот это красивое? Да. Это Уманская автономная республика. С ее черкасским доминионом. Желтые воды. И теперь тот. Тот? Ну, не этот же. Тот. Тымчасово арендованная территория. По сути, Китай. И что, люди согласились? Начальник Петрович, после шести Майданов люди предпочитают помалкивать. То есть, Украины больше нет. Так, начнем еще раз сначала. Первая Украина. Легитимная Украина. Та самая Украина. Былевая Украина. И вот в такой сложнейшей ситуации мы с вами уходим на перемену. Через десять минут я жду вас здесь. Не такой будет. Та самая украина. Мне больше нет. Не знаю. Украина наконец это прошла свою жизнь. Что liberties сам нашли? Ну Dawn глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok